Тёплая и горячая вода может перестать бежать по трубам в квартире любого иркутянина. Разумеется, это случится только при условии, если человек не будет платить по счетам. И, к сожалению, в столице Прибайкалья нередко встречаются подобные истории. Тему продолжит Даниил Седов. Долги за горячую воду – повод для такого визита. Несколько раз девушки отправляли извещения о неоплаченных услугах, звонили и напоминали, что нужно погасить задолженность. Но все обращения энергетиков иркутянка игнорировала. Теперь в её квартире будет только холодная вода. Отключение мы производим не сразу. Изначально мы производим взаимодействие с потребителем путём телефонных переговоров и направления уведомлений. С этого момента у потребителя есть 20 дней, чтобы оплатить задолженность. И только в том случае, если условия потребитель не выполнил, мы только после этого приходим отключать ему горячее водоснабжение. Извещения энергетики высылают, если потребитель не платил по счетам более двух месяцев. Рейды по квартирам в Иркутске проходят регулярно. Обычно объезжают сразу по пять адресов. Среди них стабильно в неделю находится минимум один должник, который остаётся без воды. Остальные соглашаются заплатить по счетам. При этом энергетики готовы идти навстречу тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Погашать долг можно частями. Это позволит избежать отключения и сохранить ресурс в вашем доме. Для заключения такого соглашения необходимо написать заявление и направить его через личный кабинет. Как только заявление оформлено в ресурсоснабжающей организации, долг перестанет увеличиваться. При условии, конечно, что дальше потребитель будет добросовестно платить за коммунальную услугу. Данила Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням.